Всем привет! Это программа Дополнительное время и я ее ведущий Кирилл Васенин. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты имена спортсменов и победный счет. Поехали! Прыжки на батуте это тот вид спорта, в котором у спортсменов из Сарова стабильно высокие результаты. И самыми именитыми считаются Михаил Заломин и Александр Одинцов. Про них и поговорим. У ребят опять успех. В Раменском завершился чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. На верхнюю ступень пьеса Лопачета поднялся Михаил Заломин, который в шестой раз стал чемпионом России. Серебро у его товарища по команде Александра Одинцова. И кстати, оба спортсмена отобрались на чемпионат Европы, который пройдет в апреле в Баку. Молодцы, ребята! На базе Изумрудной в Нижегородской области 11 марта завершились рейтинговые юношеские соревнования серии гран-при по бадминтонам. Саровчанин Павел Кудашкин занял пятое место в одиночном и смешанном парном разряде. Екатерина Серова завоевала бронзу в парном разряде. В начале марта в Коврове состоялся межрегиональный турнир городов Центра России по художественной гимнастике. Саровская команда юных гимнасток Ассорти в составе Маргариты Ботовой, Виктории Мигуновой, Полины Резяповой, Софии Соловьевой и Марии Трошиной прекрасно выступили, завоевали бронзу. Отличный результат, девчонки! Так держать! В Кстове прошло первенство Нижегородской области по самбо среди юношей 2004-2005 годов рождения. В весовой категории свыше 71 килограмма третье место занял Сергей Черенков. А еще 10 марта в Тольятти подошел к завершению чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по кикбоксингу. Саров представляли спортсмены Дюшикар под руководством Виктора Шлипугина. И в итоге Артем Серов завоевал золото, Андрей Ермаков, Василий Поздеев и Максим Жутков бронзовые медали. Андрей Дайнек занял пятое место. Для Андрея Ермакова занятие кикбоксингом не просто спорта, а стиль жизни. В этом направлении все решают доли секунды. А основой успеха становится молниеносная оценка ситуации и принятие правильного решения. До первого места Андрея не хватило всего лишь нескольких побед. В итоге он стал третьим. Было сложно перенести дорогу, но потом, когда уже разогнался, первый бой выступил. Во втором бою уже попался человек посильнее. Но можно было выступать и, наверное, все-таки дорога самая тяжелая была. В планах у спортсмена положить в свою копилку как можно больше наград и стать мастером спорта. Такую же цель преследует и Василий Поздеев. На первенстве Приволжского федерального округа молодой человек также занял третье место. Василий признается, чтобы стать первым на турнире ему не хватило опыта. Мы приехали первый раз на Приволжский федеральный округ. У нас у всех не больше десятка боев по кикбоксингу. Для меня третье место для первого раза – это нормально. Тем более, мы только влились в игру, дальше будет сложнее, дальше будем побеждать уже. Тренер спортивной школы «Кар» Виктор Шлепугин уверен, что залог успеха любого спортсмена – это дисциплина. Соревнования такого рода, по его мнению, помогают познать вкус победы и горечь поражения, а также повысить свою квалификацию в этом виде спорта. Это отлаженная система в спорте. Она в любом виде такая существует. И поэтому здесь есть заинтересованность детей. То есть они на одном уровне показали свой результат, дальше стремятся, дальше, дальше, дальше. Также на первенстве в Тольятти Артем Серов завоевал золото, Максим Житков – бронзовую медаль, Андрей Дайнек занял пятую строчку турнирной таблицы. Уже сегодня спортсмены готовятся отправиться на финал чемпионата России по кикбоксингу, который пройдет в Ульяновске в конце апреля. Продолжает набирать популярность в Сарове и Федерация спортивной рыбалки. От обычных рыбаков они отличаются тем, что весь улов отпускают, а не забирают себе. Праздничные выходные любители мормышек и лесок провели на реке Сатис. Там прошел чемпионат по зимней рыбалке. Люди, кто хотят заниматься не обычной рыбалкой, а спортивной, уже немножечко другие понятия спортивной и любительской рыбалки. Кому больше интересно азарт, соревнования, Федерация этому способствует. В этот раз победу одержал Александр Романов. Его улов превысил 600 граммов. Я за неделю готовился, паял, сверлил, все, оправдалось. В Челябинске завершился чемпионат России по парам скидой 2018. Чемпионом среди юниоров и мастером спорта России стал саровчанин Иван Гусикин. Тренирует молодого человека наш земляк Кирилл Тюпанов. Сегодня очень модно быть волонтером. Многие воспринимают это как возможность бесплатно попасть на стадионы соревнования, увидеть своих спортивных кумиров и даже почувствовать себя частичкой чего-то большого. В Сарове знамя волонтеров в своих руках уверенно держит Елена Севцова, которая собирается на чемпионат мира по футболу в Нижний Новгород. Цели она преследует только самые высокие. Что человек хочет оставить не только для себя, какой след оставит чемпионат в душе волонтера, но и при этом, что сам волонтер сможет привнести в чемпионат мира, помочь в развитии чемпионата в целом. А некоторым жителям нашего города повезло, что они смогли купить билеты на трибуны стадионов и увидеть футбол мирового уровня своими глазами. Для меня это чемпионат, это уникальная возможность посмотреть футбол высокого класса, скажем так, недалеко от дома. 9 марта саровские хоккеисты провели на выезде вторую игру против ХК «Арзамас» в рамках четвертьфинала, плей-офф, первенств Нижегородской области по хоккею среди команд первой лиги. Наша съемочная группа отправилась вместе с командой на выезд и посмотрела игру своими глазами. Интриги не получилось. На 14 забитых команды «Саров Инвест Шайб» хоккейный клуб «Арзамаса» смог ответить всего четырьмя. Игроки саровской команды взяли на себе инициативу с первых минут встречи. Три быстрых атаки закончились голами в исполнении Михаила Румынина. Завершать матч с двузначным счетом на табло нашим ребятам помогают не только тренировки и личное мастерство. Поддерживают близкие, приезжают девушки, жены. И так, ну обычные болельщики тоже видно, орут, болеют. Поддерживают команду, чтобы выигрывал даже не в своих дверях, а дома. Во втором периоде болельщики оживились на трибунах. Собравшись силами в перерыве, арзамасские хоккеисты начали отвечать голом на гол. Несколько пропущенных подряд шайб хоккейной команды «Саров Инвест» слегка озадачили тренера. Счет все равно позволял играть. Я думаю, небольшие расслабления сказались. И где-то вратарь неуверенно сыграл. После второго перерыва хоккеисты «Сарово» учили ошибки предыдущих игровых отрезков и вновь смяли оборону арзамассцев. Быстрые атаки и точные пассы, множество бросков по воротам и удаления, которые следовали одно за другим. Борьба выдалась интересной и эмоциональной. По мнению болельщиков, вторая встреча этих двух команд получилась более зрелищной. Видно, что спортсмены из Арзамаса готовились ко встрече с лидерами турнира. Ну, уже они почетче стали играть, сопротивляться, бороться. Ну, интересная игра становится. Игры серии плей-офф только начались, и впереди у команды «Саров Инвест» еще немало выездов и домашних матчей. Как показывают результаты всех предыдущих игр, у ребят есть большие шансы стать чемпионами области. В эти выходные можно не просто отдохнуть от работы, но и сделать себя крепче и здоровее. Для любителей горнолыжного спорта работает гора «Глубокая». Прокат, подъемник и свежий воздух в наличии. Продолжает работать и лыжная база. Есть прокат ватрушек и лыжного инвентаря, специально оборудованные трассы и освещение, которое работает до 8 вечера. Прекрасное место для семейного отдыха. Еще одно место, прекрасно подходящее для активного отдыха с семьей или друзьями, это, конечно же, каток. Прокатиться на коньках можно будет на самом большом катке в ПФО на стадионе «Икар». Все выходные он работает с 11 утра и до 8 вечера. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!